1 умножить на 2 умножить на n, это числитель пишет, это есть, смотрите что, гаучсовое число сочетание, умножить на 1 на 2 и так далее на k, умножить на 1 на 2 и так далее на n минус k. Это я сейчас хочу доказать комбинаторным образом. Очень всегда полезно пытаться не просто доказал, доказал, пошел дальше, а с разных сторон посмотреть. В данном случае для того, чтобы это доказать комбинаторным, самый разумный способ такой, надо видать комбинаторный смысл вот этому объекту. Ну тогда заодно мы будем более или менее такой же смысл здесь иметь, более или менее такой же здесь. И после этого надо будет проверить вот это, вот это равенство относительно этого, просто я и знаменатель это записал на статус деления. Это, надеюсь, все понимают. Но сейчас интересный вопрос. А что такое, например, вот это? Да? Это, конечно, я молодец. Я пишу 1 в квадратных скобках на 2 в квадратных скобках на 3 в квадратных скобках. Но есть ли у этого какой-то комбинаторный смысл? Нужно задуматься о перестановках. Ну, в данном случае на 3 элементах, а здесь о перестановках на n элементах. Оказывается, если в каждой перестановке поставим в соответствие количество ее инверсий и запишем эту самую перестановку с 5 центов, то у нас и получится то, что... Ну, поскольку я боюсь, что присутствующие здесь про это не особо слышали, давайте я быстренько просто объясню, что такое инверсия, что такое перестановка на 3 элементах. Их всего 6 штук. Согласитесь, что я могу просто с этим быстро справиться. 1, 2, 3, 1, 3, 2, как еще говорят? 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Так вот, господа, что такое инверсия? А, очень просто. Соединить линиями, ну, самым естественным образом, да, то есть число с собой в следующей строчке, то возникают пересечения. Согласны? Вот количество этих самых пересечений, это и есть количество инверсий. Только предупреждано, что это отсчитается 3 инверсий. То есть, если у вас несколько линий пересекаются в одной точке, то надо чуть-чуть провести линию так, чтобы были прекрасные пересечения. Когда вы перемножаете скобки 1, 1 плюс, 1 плюс, 1 плюс, 2 квадрата, как выглядят слагаемые? А очень просто. 1х1х1, дальше 1х1ху, Дальше. 1 на 1 на q в квадрате. Что еще бывает? 1 на q на 1. 1 на q на q. И 1 на q на q в квадрате. Вы согласны, что я раскрыл здесь все скобки? Самый естественный способ. Отлично. А теперь поймем, что чему соответствует. Вот это. Одиннажды, одиннажды, одиннажды. Это просто-напросто. Одиннажды, одиннажды. Замечательно. А это что такое? 1 на 1 на q. Это что такое? Одна инверсия. Согласны? Одна инверсия. И при этом эта одна инверсия, она должна создаваться, она должна создаваться числом 1. Я так хочу. Тут можно пользоваться. Вот почему? Ребята, я хочу, чтобы было так. 1 на 1 на q. Следующее слагаемое. 1 на 1 на q в квадрате. Вот это. 1 на 1 на q в квадрате. Какие перемножаются скобки? Перемножается скобка. 1 плюс q, плюс q в квадрате и так далее, плюс q в восьмой. 1 плюс q и так далее, плюс q в седьмой. Девятка ничего не создает. И восьмерка ничего не создает. И семерка тоже не создает. Вот такой набор множителей соответствует этой перестановке. Вообще, у меня совсем недавно на аудитории малого Махмата была лекция, которая называлась «Деревья перестановки и автостоянки». Там это очень подробно объяснялось, каким образом перестановка зависит при помощи вот такой последовательности. Сейчас смотрим на вот это равенство и пытаемся понять его на нашем языке перестановки. Что написано слева? Написано на самом деле то, что называется «производящие функции футболки». Вот здесь вот написана вот такая штурма. Скажем, если это равенство 4, то будет 1 умножить на 1 плюс q на 1 плюс q на 1 плюс q квадрат 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 на 1 плюс q, что в курут. И, соответственно, у вас каждая перестановка идет с коэффициентом, который равен количеству инверсий. То есть можно себе представить так, что здесь просто написано сумма перестановок, но при этом вместо каждой перестановки мы пишем Q в степени количества инверсий. Вот это написано здесь. Что написано здесь? Здесь написано перестановки на K элементах. То же самое. У каждого, подсчитывая, сколько у нее инверсий, мы возводим эту степень. А здесь написано перестановки на N-K. А теперь, господа, смотрите, какая простая штука. Как в конечном счете устроена любая перестановка на N элементах? Надо взять первые K чисел. Надо взять остальные числа. Надо из N чисел найти места для K чисел и места для остальных чисел. Это часть первых отметил буквы A, а остальные места отметил буквы B. И после этого вы должны сделать какую-то перестановку на K числа и какую-то перестановку на N числе. Так вот, ребята, за инверсии, которая вот между первыми K числа отвечает вот это. Если перестановка на первые K числа. За инверсию на N-K числах остальных отвечает вот это. А Гауссов бенемиальный коэффициент отвечает за то, как они берут. Понимаете? Потому что когда у вас N-K числа, которые большие, попадают перед первыми K числами, то и возникает инверсия. Ну вот, вот и ровно так все и делается. Давайте напишем конкретный пример. Для случая, когда N равно 4, K равно Z. Райдер превращается вот в вашего. Здесь все перестановки на четырех элементах. Их всего 24 штуки. Давайте я буду выписывать 1-2-3-4, 1-2-4-3, 1-3-2-4, 1-3-4-2, 1-4-3-2. Так вот, господа. Смотрите, в чем идея. На самом деле, что их много еще. Будет там 4-1-2-3, 4-1-3-2 и так далее. В чем идея? Если у меня карма не 2, то меня интересуют первые два числа и другие. Вот давайте я первые два числа обведу их в кружочек. Смотрите, что будет в таком случае. Иногда эти самые два числа образуют инверсии с числами 3-4. Вы прекрасно понимаете, что все инверсии с такой перестановки, они бывают трехдинговые. Бывают инверсии между единицей и двойкой. Ну, здесь нигде ее нет. Но вот здесь вот, например, здесь, да, единица и двойка, они в неправильном порядке. Дальше. Инверсии между тройкой и четверкой. Вот здесь я неправильно понимаю, здесь неправильно. И инверсии между единицей двойкой и тройкой четверкой. Ну и вот, соответственно, за одно отвечает один множитель, за другой другой, а вот здесь нет.